МАКСИМАДЗЕ Всех настоящих мужчин с Днем Защитника Отечества с 23 февраля. И говорю спасибо большое этому миру за то, что мы, мужчины, существуем в этом мире. Мы созданы для того, чтобы тут жить, процветать, защищать наш мир, Отечество. И также наших женщин, девушек, девочек, бабушек и все такое. Детей. Так что передаю всем настоящим мужчинам, те, которые меня сейчас смотрят, а даже если не смотрят, передавайте им от меня, что крепкого им драгоценнейшего здоровья, отличного жизненного потенциала, чтобы семья у вас крепкая была, чтобы вы всегда всегда оценивали и все у вас было ровняком. С праздником вас, дорогие мужики. И сегодня мы поиграем в Hello Neighbor. Короче, модификация The Neighbor's Comeback. Короче, я уже два раза снимал эту модификацию. Короче, это одна из лучших модификаций. Одна из самых лучших. Давайте сразу нажимаем играть. Начнем с заставки сразу. Показываются у нас тут подсказки. Короче, реально один из наилучших модов вообще, которые были, но он чересчур сложный. Очень сложный. И по чесноку его невозможно просто пройти. Ну, точнее, возможно, но только каким-то настоящим реально хардкорщиком. И я на это тоже жаловался, в том числе на странице мода. Автор мода русскоязычный, кстати. Если он меня смотрит, тоже передаю ему поздравления. И желаю хорошего настроения. В общем, он услышал своих пользователей и выкатил обнову, которая кое-что нам полезное добавит. Что нам очень значительно облегчит прохождение. Собрать вещи, найти дом, включить электричество, вопасть внутрь, убрать доски с окон, занести вещи в дом. Начнем с включения электричества. Что... Во-первых, напомню для тех, кто не знает, что представляет из себя вообще этот мод. Мод из себя представляет полную версию дома из Альфы 1. И причем очень впечатляющую даже версию он представляет. Берем ключик. Что нас еще просит сделать? Попасть внутрь. Вот такая вот механика интересная. Мы видим анимацию того, как прокручивается ключ в замке в любом. Мод полностью в реалистичном стиле рисовки. Да, каждый гвоздик отколупывается вот так вот с анимацией. Долго, но зато реалистичность прибавляется. И прикольность мода, кстати, тоже. Так, курсор... А, нет, курсор уходит в бандикам. Это не очень прикольно, конечно. Но, да ладно уж, постараемся как-нибудь. Ну-ка, курсор уходит туда, нет? Да, уходит. Чуть-чуть выше приподниму ее. Вот так, чтоб не мешала сильно. Так, пожалуйста. А у меня настройки графики какие вообще стоят? Высокие. Я не стал ставить на ультра, потому что может начать лагать, особенно на видео. Так, снять доски с окон. Снимаем доски с окон. Такое можно было делать в версиях, которые были до альфа-2. Начиная с альфа-3 доски снимать уже было нельзя с окон. Здесь такая возможность возвращается. И занести вещи в дом нас просят. Давайте, собственно, этим займемся. Так, ну это не прикольно, конечно. О, сразу с вещами не прикольно. Либо, а вот тут непонятно, то ли это у телефона такая текстура, то ли она реально недоделанная. Это тоже все берем. Используйте банан как оружие против соседа. Да, тут такая механика появилась интересная. Можно будет подскальзываться на банане. И использовать банан против соседа тоже. Я уже пробовал проходить. И да, с этим облегченным режимом у нас реально получится в этот раз пройти. И без использования каких-либо читов. Дорогие друзья, сегодня я рекламирую канал PortAchPort. Пацан совсем недавно начал вести канал. И он снимает видео по модам на Hello Neighbor, а также различным приколюхам в игре и фанатским играм на нее. Несмотря на то, что у автора еще пока детский голос, снимает он довольно неплохо. Видео в принципе достаточно качественные и смотреть их вполне можно. Так что любите Hello Neighbor, переходите, подписывайтесь. Вот, нажмите M, чтобы открыть настройки мода. Сейчас мы это сделаем. Да, подлагивает чуть-чуть начало. Вот, давайте уберем все эти галочки. Злой второй сосед. Сосед может забирать вещи, и сосед может запирать двери. Я не супер-мега-профессионал в модах по Hello Neighbor, поэтому я не могу, к сожалению, с ними играть комфортно. Так, давайте лампочкой займемся. Лампочку надо починить в спальне. И эту снимем. Нет, надо тоже стул подставить, не допрыгну. Что у нас там? Я уже забыл, что он на чердаке, кстати, находится. У нас тут ничего, по-моему, не находится полезного. Паутинка такая вот есть. Какие ты в жопу? Ну. Мы достали рабочую лампочку. Короче, здесь есть отсылки на некоторых ютуберов. Вот. С этим джик какой-то тиви. Извиняюсь, если неправильно прочитал. Вот еще на кого-то. Есть отсылочка на канал Максимадзе, то есть на меня. Что довольно неожиданно в Hello Neighbor. Это в первый раз, по-моему, на меня отсылка бывает. И автору мода за это огромнейшее спасибо и респект. Тем более стоит учитывать, что это реально тот мод, в который поиграли многие. В том числе, например, Смертник. Могут увидеть на меня отсылочку. Прикольно, прикольно. Ну что ж, давайте начинать. Есть анимация у дверных ручек еще. Блин, вот надо не попасть в бандикам случайно. Начнем проникать в дом соседа. И мы можем сделать это через канализацию, в принципе. Не только через дом. Но надо постараться, чтобы нас не сбила машина. Да, машина еще и сигналит. Короче, в этом... Блин. Вот так вот. Ну это классно, это классно, реально. О, а вот, а вот и наш сосед уже идет. Давайте еще раз прыгнем. Блин. А в чем дело-то? Я обзнак поскользнулся, что и тогда. Даже реализовали такую кат-сцену. Правда, вы, возможно, заметили один глюк небольшой, мелкий. Произошел там. Когда сосед входил в дверь. Но, тем не менее, вот это реально очень достойный мод для прохождения дома из Альфы 1. На мой взгляд, гораздо достойнее, чем Холонный Братальнатип в реалити. Я его сам еще не играл-то и полного прохождения так нигде я не нашел. Я сам пробовал за кадром играть, но не смог пройти этот дом. Очень сложный. Очень сложный там был дом из-за первой Альфы. И при этом он выглядел гораздо скучнее, чем здесь. Так что вот это самая лучшая версия дома из Альфы 1. Вот лучше просто быть не может. Такая вот канализация, в том числе и со звуками. В этой канализации есть отбойный молоток, который нам в будущем понадобится. Дверь и все эти заперты. Блин. Короче, анимации видены вот такие вот при падениях и так далее. Да, в телевизоре из при Альфы играет дорожка. Сразу заморозим акулу. И откроем эту дверцу. Сосед уже меня разыскивает, я так вижу. Ага, здесь заперто. Нам надо в гараже ключики найти. Там два гаечных ключа есть. Один как раз таки от этого сарайчика, второй от кое-чего другого. Гаражик откроем. Так, и вот один из краников, которые нужны нам. Так, так же есть анимация такая вот. Мы не пройдем весь этот мод за одно видео. Потому что дом очень большой и следовать его время большое требует. Опа, видали? Капканами забрасывается. Но ничего, у нас теперь сохраняются предметы, потому что... А, кстати, давайте зайдем в тот дом. Посмотрим на него. А этот, а этот, а этот дружок забаговался что-то. А, все, разбаговался, отлично, встал, наверное. Короче, ему перекрасили костюм немного. Хоть, но он все равно остался клоном главного героя. Вот у него есть свой дом, в котором он даже что-то делает, блин. И дом очень даже неплохо сделан. Но, поскольку мы этого заседа второго отключили, он не будет приносить нам вреда. Он будет... Ему вообще будет на нас пофигу, а в совершении. Некоторые объекты автор сам в реалистичный стиль переделал. Такая вот у него тачка. Вот он реально занимается какими-то делами еще, причем мы видим. Короче, там, в этом сарае находится специальный насос, который нам нужно активировать. Активировать его нужно при помощи специальных краников. Для которых нужно найти немножко недоработанную анимацию, но тем не менее, круто, что она есть. Так, вот второй краник. Но это пока не те краники, что нам уже для сарая. Это краники, которые нужны, чтобы достать вентиль. Все, этот ключ больше нам не нужен. И третий краник находится на третьем этаже. Опа! Опа! Вот это я не ожидал сейчас. Офигеть. Да, вот это неожиданно было вообще. Блин, может он тут пока постоит. Он мне сейчас мешает. Время суток тут, естественно, меняется. Есть дверной звонок. Блин! Телекомпания вид заставка там в телевизоре. Ну, вернее, звуковая дорожка из нее. Короче, нам надо достать, взять вот этот ключик. И пластинка потом, вот эта нам понадобится еще. Почему здесь красный свет? Тут камера где-то висит. Нет, не висит. Так, нет, я уберу отсюда акулу, чтобы она нам не мешала. Бумажечка нам нужна будет. Нам нужно попасть вон в тот переключатель. Мы в него попали, но решетка пока не открылась. Нам еще нужно активировать кое-какой генератор. Давайте сейчас это сделаем. Вот он находится прямо тут. Он, похоже, где-то тут ходит. С освещением не очень гладко тут, конечно. Ну, а проход на третий этаж у нас открылся. Так, курсор вниз чуть-чуть, чтобы... Так, вот, пожалуйста, третий этаж. И вначале нам надо сюда. Здесь находится последний краник. Вот он. А еще колокольчик здесь находится, который нам также пригодится. За этой картиной находится пароль от кое-какой двери. Но он написан невидимыми чернилами. Для них нужна ультрафиолетовая лампа. Поэтому... Вот эта решетка отсюда вот так вот подвигается. Здесь по-другому нельзя было сделать. Ой, блин! Твою же ты налево, а! Акула поймала меня. Короче, да, я наткнулся на банан. Нам надо убрать этот банан отсюда, оттуда. Как бы отвлечь соседа нашего. Да ёшкин ты, кот, а! Опять... Да её видно плохо в темноте, ещё и ту акулу. Он заметил. Похоже, он за мной гонится. Да. Тут есть шкаф. Тут шкаф есть. Здесь шкаф есть. Он меня уже потерял, но он, похоже, знает, что я здесь на третьем этаже. Да. Так, ладно. О, что-то сейчас будет. Такая вот обучалка, в которой я уже немного забыл, что надо делать. А, вспомнил, я вспомнил, что надо делать. Во-первых, кстати, нам тут подсказывают, что есть, а, да. Q и R можно наклоняться вот так. Ну, а сделать нам надо вот что. Отвлечь соседа. Нет, да нет, нам рогатку надо взять именно. Чтобы он в другую комнату пошёл, и тогда мы можем отсюда вот так вот удрать. Обучают нас, короче, что можно соседа отвлекать. Ну, я и так уже знаю, что это можно делать. Ой, о, господи. Как же много прелестей в этой модификации. А ты что упал-то, я не понял. Есть ещё непогода. Выглядит она не очень, потому что дом какой-то слишком светлый. Но, тем не менее. Это всё равно круто. Да, копаться будет это дело очень-очень долго. Но, с другой стороны, реалистично. Копаем, копаем, копаем. Надеюсь, что Сэд не придёт сюда. Хотя может, я слышу вон Шагиева. Он близко, похоже. Он на улице где-то ходит. Сначала разберёмся с этим местом. Убираем этот банан отсюда. Так, и очень быстро проходим через дверь. Вот так вот работает это дело. Довольно прикольная механика, блин. Опять этот курсор. Боднякам идёт. Вот эту дверь нам надо будет открыть через секретный пароль. Пароль этот всегда будет рандомный. Так что... Вот то, что тот... Тот пароль, который вы увидите, который раздобуду я, это у вас будет неверно. У вас будет другой. Тот пароль, который у меня появится, это только пароль, который мне подходит. Вам не подойдёт. Есть вот такая статуэточка соседа. Прикольная. Зелёный ключик есть. Здесь нам надо пройти через пули. Чтобы через них пройти, нужно внимательно посмотреть на то, с какой периодичностью он стреляет. Пробегаем. Эти стреляют так. Пробегаем. Этот стреляет сразу кучками, но с довольно большим перевиём. Вот так проскакиваем. Проскакиваем. Всё, отлично, прошли через это место. Курсор этот дурацкий, опять бесит. И нам надо включить вот это дело, потому что это запускает лифт. Лифт по умолчанию отключён. Запускаем лифт. Идём на второй. Едем. Потом чуть позже надо будет этот. Так, выбиваем ломик. Взять его руками не стоит. Потому что это приведёт к тому, что мы сдохнем от перебада температуры, видимо. Нам бы не помешал этот... А, у нас ведро есть. Можем ведром остудить. Пока оно набирается, откроем эту дверцу. Хотя нет, пока открывать не будем. Вдруг ещё сосед сюда войдёт. Гроза реально прикольная. Вот эти доски потом можно будет отковырять. Вот с помощью лома. Всё, отлично. Теперь этот ломик нам доступен. А, подождите, а где капкан-то сработал? Теперь нам надо этот взять вентиль выпавший. Надо было его вообще сразу взять и что-то затягиваю время. А какого фига тут закрыто? Чфу ты. Да ё-моё. Вот выпал вентиль. Он выпал при открытии трёх кранчиков. Да что ж такое. Сколько же капканов понаставило. А вентиль нам этот реально нужен в некоторых местах. По-моему, надо в пяти... В пяти разъёмах. Да что ж ты будешь делать-то? Ах да, сосед тут ещё будет... Сосед к нам в дом ещё пойдёт. Ну мы его перехитрим. Немножко. Короче, дверь заперта реально на очень честном слове. На очень много замков и на решётку. Чтобы заработал насос надо обратно, во-первых, включить на высокую температуру вот это. Дальше, что нам ещё нужно? Поскольку мы поставили сюда учительницу, давайте решим примерчики. Пока сосед нас не нашёл. Во-первых... Нет, пятёрка не сюда. Пятёрка сюда. Сюда нам надо восьмёрку. Восьмёрка у нас где? Тут есть? Вот тут я что-то вижу. Это тройка. Но тройка тоже нужна. Троечка. А вот восьмёрочка. Ставим восьмёрочку. Нам выпало ружьё, которое нам надо использовать будет. Вот здесь. Надо уничтожить их всех, чтобы выбить ключ. Отлично. Попал по всем. С первого раза. Кстати, музычка, которая играет на фоне, это... одна из-за темы в игре Angry Birds Seasons. Что это сейчас было? Да, Акробакон, по-моему, эпизод называется. Так, вот один из краников, который нужно повернуть. Так, вот здесь нам уже пригодится этот отбойный молоток. Так, давайте на третий этаж поедем, пока сосед нас не нашёл. Там будет два краника, которые нужно будет тоже повернуть. Третий этаж. первый находится тут, наверху. Мы можем, кстати, активировать поезд, но он пока не поедет, потому что надо запустить один генератор. Так, ещё одна находится здесь. А, я нажал на бандикам, блин. Дурацкий бандикам, ненавижу. Что вот это, что вот это менюшка не исчезает. Всё, в эту комнату нам точно больше не придётся зайти. Кстати говоря, эта комната сделана на основе того, что был один концепт-арт, где тоже была кирпичная комната и там акула, короче, плавала. автор решил воссоздать это дело и создал это здесь. Не знаю, кто тут ходил, что тут такие следы остались, но вопрос остаётся открытым. Четвёртый этаж пока недоступен, там будет решётка, ну давайте решать следующие загадки. Ружьё, я не знаю, пригодится оно нам или нет. Ого! Против соседа, кстати, можно использовать вот так вот ружьё. пусть ловит, всё равно нам отбойный молоток сейчас нужен. так, и вот в чём у нас прикол, вот такой вот, вот эта локация, она была, вот эта часть была в Альфе 1, но там, но там мы не видели вот эту улицу с парком развлечения, она была полностью чёрная, а тут она вот так вот усовершенствована и мы тут реально видим что-то наподобие парк развлечений. Всё, это было, это был последний раз, когда нас отвлекают от основной игры. Так, собственно, я не думаю, что нам ружьё где-то ещё нужно будет. Нам нужен отбойник. А давайте помидоры используем. Так, ну-ка подолбим немного. Отлично, как мне пройти через эти кирпичи все валяющиеся? Ну, грех не такое не услышать, это просто был бы грех. Нам нужен вот этот мишка, а отбойник уже не нужен. Дверь эта ведёт в никуда, конечно же, но нам нужно закинуть его в печку определённо. Ну, ничего, мы его ещё достанем, он, короче, должен включ превратиться. вот он, пожалуйста. Один из ключей от подвала это непосредственно. Давайте его положим у себя дома пока. Так, я не понял, какого фига, какое право сосед имеет в моём доме ставить камеры? Ещё и стёкла мне убивает, он что, совсем что ли, офигел? а я вспомнил, где надо ещё поставить вентиль. Капкан тут, капканов понаставил тут, блин. Так что не пройти никуда. вот здесь надо покрутить ещё обязательно. Он за мной бежит. Машина заработала, мы все кранчики запустили. отлично. Ну как машина, это насос. Что она запускает, я что-то немного не припомню. А, я вспомнил, поезд она запускает. Давайте сразу поднимемся собственно туда. Также здесь много капканов. Он за мной уже бежит, да? Ё-моё. У нас спади камера, блин. всё, поезд собственно поехал. Идём по железной дороге. Мы попали на четвёртый этаж. В эту комнату пока не заходим, не надо. Да, а блин, а тут камера по умолчанию стоит. Прелесть ещё этого мода в том, что сосед может вообще в любую комнату попасть. Вообще в любую. Здесь находится ключик, который нам пригодится. Здесь туалеты. С немного багнутыми дверьми, но тем не менее. Вот видите, я же говорил, сосед в любое место может попасть. я из сосед кинул там клей, из-за этого влип. Там прикольно тут лужицы есть. Третий, 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 поехали, ты на третий. Почти пять часов. Надо остановить поезд этот как-то. Открываем эту дверь, но нам еще нужен гаичный ключик один. сосед идет сюда, я слышу по звукам, он идет по железной дороге. Прям сюда идет, твоюж ты налево, а. Вы видели, что с ломиком происходило сейчас? Господи ты, боже мой. блин, понаставил капканов, я с тебя охреневал, конечно, сосед. Он же придет сюда сейчас пока до того, как клиф приедет, блин. А, не приедешь. третий кусаж. Так, окей, нам надо решетку ту открыть, по-моему, или я ее уже, может быть, даже и открыл. А, кстати, вот еще сюда надо. О, блин! Я не видел этого в темноте. А как я туда вообще провалился? Она же закрыта. она же закрыта была. Как я туда провалился? Камень нужен нам. Для одного дела. Вот для такого дела. блин, ничего вообще тут не вижу, блин. Так, вот гаечник-ключи, который нам нужен. так, я вернусь сюда попозже, когда будет светло. Все равно нам еще возвращаться сюда придется. поскольку есть гаечник-ключи, поскольку есть гаечник-ключик, нам самое время вернуться на третий этаж, и там кое-что еще сделать. как он где-то на улице, так что пока беспокоиться особо нечем. А блин, а вон тут капкан уже поставил, а? Здесь кое-какая мини-игра, так называемая, имеется. Вот так вот надо переключать. Так, чтобы доставить коробку на точку. И это нам открывает доступ к ультрафиолетовой лампе, которая нам нужна, чтобы узнать пароль от кое-какой двери. Тут у нас медицинская койка, в ней сделать нам нечего. Так, что ж ты будешь делать? Так, памятник разрушен. И нам надо взять эту пилу. Что ж ты будешь делать? Понасталил камеру, блин. Да что ж ты будешь делать? А ну почему? 54-916-54-916-54-916-54-916. 54-916-54-916. идем скорее 54 916 что мы получили мы получили красную пластинку здесь вот было бы неплохо чтобы сосед поймал нас на самом деле потому что я не хочу ночью тут возиться хорошо кусь ловит куда коробку на принесли и там стоит капкан исчезла коробка я не понял что появилось вообще не знаю чё нам эта коробка дала не понимаю так ключик этот пока отложим и вообще знаете чё давайте на этом закончим серию вот такая вот первая серия получилась довольно таки неплохо много чего успели сделать спасибо большое за просмотр с вас и кос подписаться с меня эпичный видос еще раз поздравляю всех мужиков 23 феврале и увидимся в следующих сериях подписывайтесь на мой блоговый канал игру во вконтакте всем пока